Как понять, что у ваших отношений нет будущего и пора расходиться? Дело в том, что этот вопрос очень важный. Женщины часто задаются этим вопросом, поскольку женщины, в принципе, склонны к сомнениям, к каким-то размышлениям, к внутренней рефлексии. Но бывает так, что этот вопрос сам по себе, когда сложно найти на него ответ, он отравляет жизнь и, в общем-то, разрушает сами по себе отношения. Меня зовут Евгений Масеев, я психотерапевт и эксперт по отношениям. И сегодня мы разберемся в том, как же дать себе ответ на этот вопрос, есть ли будущее у ваших отношений? Если эта тема для вас интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы смотреть другие интересные видео на моем канале. И мы начинаем. Сами по себе сомнения в будущем, в своем, в будущем своих отношений, это нормально, поскольку будущее, в принципе, вариабельно, и мы сами пишем свое будущее. Более того, если у вас есть четкая уверенность, что вы точно знаете, что будет дальше с вами, что будет дальше в ваших отношениях, то, скорее всего, вы находитесь в каких-то иллюзиях и в заблуждениях, поскольку мы не можем точно знать, что нас ждет впереди. Слишком много переменных вводных. Но если же вы пытаетесь найти ваше совместное будущее, понять, к чему вы стремитесь, вы говорите об этом со своим мужчиной, вы сами об этом размышляете и не можете этого найти, то в таком случае ответ на ваш вопрос в том, что на данный момент у вас совместного будущего нет. Вам совместное ваше будущее еще нужно визуализировать, как-то представить и написать. Иногда бывает так, что, собственно, сами отношения в них очень мало ясности, и вопрос по поводу того, есть ли будущее у этих отношений, он является как бы таким замещением вопроса, какое настоящее в этих отношениях. Но, предположим, это такая ситуация, когда люди находятся на расстоянии, они, скажем, переписываются, и, собственно, никаких отношений нет уже сейчас, а вопрос о том, какое же будущее будет у наших отношений, он может очень ловко так отвлекать от вопроса, что сейчас происходит в наших отношениях. Бывает так, что есть какое-то дополнительное условие в этих отношениях. Предположим, женщина ждет, когда мужчина разведется со своей женой, чтобы они смогли быть вместе. Или, скажем, она ждет, когда мужчина устроится на работу, чтобы он смог позволить себе эти отношения, или когда он избавится от вредных привычек каких-то. Или бывает так, что мужчина говорит, что мы можем быть вместе, когда мои дети достигнут какого-то возраста, и не нужна будет им моя отцовская опека. Вот любые все эти какие-то условия предполагают, что в данный момент у вас отношений нет. И, соответственно, когда вы размышляете о том, какое будущее у наших отношений, таким образом как будто бы закрываете глаза на то, что происходит с вами сейчас в этих отношениях. Поэтому в такой ситуации просто нужно разбираться с тем, что вы имеете на данный момент. Иногда бывает такая ситуация, когда женщина задается вопросом, а есть ли будущее у этих отношений или стоит расходиться, в ситуации, когда она уже приняла решение, что нужно расходиться. В такой ситуации, как правило, женщине сложно еще решиться, еще решение вроде бы как не окончательно принято но при этом если расспросить вот все за то чтобы расходиться они звучат очень логично убедительно и они как-то вот взаимосвязаны все против того чтобы расходиться все доводы как бы за сохранение этих отношений они какие-то эфемерные немножко сказочные что-то типа вот ну а что скажут люди также принято но вроде мы же договаривались ну то есть они какие-то скажем так это слабая позиция в такой ситуации женщина оказывается в ситуации когда жить в этих отношениях она больше не может а как жить иначе она просто не знает и кстати вот это вот такая ситуация с которой люди обычно приходят на психотерапию в ситуации когда так жить как я живу сейчас я больше не могу а как поменять ситуацию я не знаю поэтому такой ситуации просто показана психотерапия я часто об этом говорю в своих видео бывают такие ситуации когда есть излишняя фокусировка а женщины на мужчине, и мужчина кажется каким-то вот таким тотальным источником всех проблем женщины. Вот такого перекоса желательно избегать. То есть, как это бывает, что мужчина виноват во всех моих несчастьях, и у нас нет будущего, потому что он, предположим, ленивый, он, скажем, мало работает, мы не можем себе позволить какие-то условия, где я была бы счастлива. Или, скажем, он меня не любит, мы не занимаемся сексом, у нас нет детей. Или он как-то себя таким образом ведет, что в результате я несчастна. То есть, какое-то вот общее удовлетворение. В такой ситуации понятно, что, конечно, мужчина и женщина, когда находятся в отношениях, есть определенная взаимозависимость, и нельзя быть совершенно таким вот сам себе самодостаточен в отношениях, и тебе совершенно плевать на другого человека. Но нужно понимать, что если ваше счастье зависит от каких-то очень конкретных качеств мужчины, то в таком случае мы говорим о зависимости. В моей практике были такие случаи, когда, предположим, вот я работал очно, приходит женщина и говорит, вы знаете, я к вам пришла, потому что я искала в нашем городе психотерапевта, мне было важно, чтобы это был мужчина, и чтобы он был высокий. И вот ограничивающая концепция здесь заключается в том, что мужчин, высоких мужчин-психотерапевтов в небольшом городе, в котором я раньше жил, достаточно немного. И часто бывает так, что и в отношениях женщина чувствует, что я могу быть счастлива с мужчиной в отношениях, если мужчина будет, ну, предположим, он станет дипломатом, или, предположим, он будет зарабатывать вот какую-то сумму не меньше, или, предположим, он будет каким-то образом социально реализоваться так, чтобы я могла вот в его реализации реализовать себя. То есть, есть очень жесткие конкретные условия женского счастья, которые связаны, вот так вот, абсолютно связаны с поведением, определенными критериями мужчины. Что в такой ситуации делать? Нужно представить, что вы в этих отношениях находитесь, ну, как будто бы без мужчины. То есть, мужчина, ваш мужчина в них есть, но вы как будто бы выносите его за скобки. И представьте свое будущее, вот, лично ваше будущее, каким вы его хотели бы видеть, каким вы его видите. Если вы сможете представить свое будущее, то таким образом ваше совместное с мужчиной будущее вам проще представить, вам проще его моделировать, вам уже будет о чем говорить с этим мужчиной. Если же у вас есть какие-то очень жесткие такие концепции того, как должно выглядеть ваше будущее, то вы являетесь заложником этих концепций. Ну, предположим, я бы хотел, чтобы я нашел такого мужчину, который будет художником, мы с ним будем сидеть дома, воспитывать наших детей, он будет рисовать картины, мы будем жить за счет денег, которые он будет получать, продавая эти картины. Такое выдуманное совершенно из головы убеждение, совершенно нереалистичное Но нужно понимать, что очень часто я сталкиваюсь с тем, что у женщин есть действительно какие-то очень сложные конструкции Что-то, что можно ждать всю жизнь, и ты никогда не дождешься такой ситуации, когда все эти условия, все эти критерии будут выполнены И теперь самое важное, я хочу, чтобы вы написали в комментариях, были ли у вас такие ситуации в жизни, когда вы сомневались в том, будет ли какое-то совместное будущее с этим человеком или нет, пора расходиться И напишите, после вот этих сомнений вы отношения сохранили или вам пришлось разойтись Это очень важно, потому что я хочу таким образом собрать определенную статистику Как часто после того, как женщина сомневается в том, нужно ли расходиться, отношения сохраняются либо заканчиваются На этом все, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках